Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Путин начал угрожать Польше. Хирург в Молдове отказался оперировать русскую. А скрипные достигли апогея деградации. В Крыму сегодня жарко, а в России назревает новый мятеж. Всем привет, с вами Карина Клышун и это проект в тренде. Собрала для вас достаточно интересные и местами смехотворные новости из мира Зазеркалья. Нам будет, что с вами обсудить. Это я вам обещаю. Ну что, начинаем. Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Гиркина арестовали до 18 сентября. Как пишут РосСМИ по личной просьбе следствия. Ведь, как известно, тот обладает навыками конспирации и может легко скрыться. Стрелков обрел стадию принятия и попросил хотя бы домашний арест. Ведь у него проблемы со здоровьем. Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени. К сожалению, справа я не успел получить, поскольку проходило обследование неофициально. Тем не менее, я принимаю необходимые лекарственные препараты. Поэтому, естественно, мне бы хотелось проходить меры пресечения в качестве домашнего ареста. Но отправляют его в СИЗО. В ГУР прокомментировали арест Стрелкова. Там указали на то, что задержка военного преступника дает понять о начале активного противостояния между башнями Кремля. Пауки в банке активно зашевелились. Ситуация парадоксальна. Ведь на Москву шел и избивал самолеты Пригожин, а задерживают Гиркина. Вопрос ведь не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит, обитатели кремлевских башен переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И, как отмечают в ГУР, тут точно можно сказать, продолжение следует. В России пора начать бояться тем, кто даже поддерживает войну. Ведь теперь, видимо, могут прийти и за вами. Путин оставит только тех, кто напрямую ему говорит, какой он молодец. Других не признает. К слову, Пригожин хотел захватить Кремль, но ни слова не обронил о том, какой плохой Путин. И поэтому он на свободе. Гиркин же постоянно рассказывает о ничтожном президенте, но при этом поддерживает страну и войну, которую она развязала. И теперь присел. Что ж, молодцы, построили великую державу. Кстати, Гиркин наравне со свободой может лишиться даже гражданства России. Ведь в Госдуму внесли законопроект, где предлагают лишать гражданства лиц даже тех, которые приобрели его по рождению. Ранее предлагали лишать только приобретенного гражданства. Теперь же могут лишить гражданства, например, за дезертирство, за дискредитацию вооруженных сил РФ и за призывы к экстремизму. То есть за все, что не понравится Путину. Что ж, Россия – страна невозможностей. Так и до новых бунтов недалеко. И это не мои предположения. В украинской разведке есть данные о возможной подготовке новых мятежей в России. Как заявил представитель ГУР Юсов, есть такие данные, но делиться ими пока не будут. Ведь ФСБ достаточно пристально следит за нашими высказываниями. Поэтому без деталей. По этому поводу хочу узнать ваше мнение. Как вы думаете, стоит ли запасаться попкорном? Россияне, которые смотрят этот выпуск, расскажите, каков сейчас настрой среди обычных граждан? Жду ваших комментариев. А также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Но если вы думаете, что день дурака на этом заканчивается, то нет. Путин его отмечает каждый день. Диктатор решил позариться на Польшу. Геостротек выдал монолог, в котором рассказывает о планах Польши захватить Украину. Вывше сообщение в прессе о планах создания некого так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет не о каком-то сборище наемников. Их достаточно. И они уничтожаются. А именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной западной Украины. А по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна. Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда. Неа Фюрер расписывает все ужасы польских планов на Украину. Забывает, что он мыслит, как застрявший в средневековье расист, а не как современный европеец. Но дальше в ход пошли угрозы. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве вот забыли об этом. Мы напомним. Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине. Чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее. Вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю западную Украину. От авторов Украину создал Ленин. Решил, так сказать, напомнить. Но что бы что? Новая спецоперация? Ведь где-то мы уже такое слышали. А подводил он все это к Беларуси, территорию которой он давно считает своей. Но что касается Беларуси, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. Мы это, на этом мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Такие заявления неспроста. В Беларуси начали новые совместные обучения белорусской армии и ЧВК «Вагнер». И проходят они недалеко от границ Польши. Это создает угрозу для поляков, ведь уже все знают, что верить в якобы обычные учения в странах с террористическими взглядами не стоит. Поэтому власти Польши решили перебросить часть войск к восточной границе страны. Минобороны даже закупили у США 96 вертолетов Ан-64, чтобы укрепить восточную границу. После скандальных заявлений Путина Польша вызывает на ковер российского посла. «Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол РФ будет вызван в Министерство иностранных дел». Такую путинскую политику захватить все поддерживают, конечно же, и у Скобеевой. Коротко о том, почему РФ – это страна-террорист. «Это не те державы, с которыми имеет смысл сюсюкаться». «Просто шарахнем». «Что?» «Шарахнем просто». «Мы шарахнем сначала, нам нужно закончить на Украине, Оля. Поэтому давайте без шапкозакидательских заявлений мы спокойно будем шарахать и шарахать. А я прямо перепугалась в какой-то момент». Шарахните уже кто-нибудь по этим полудуркам, которые каждый день призывают к новым войнам. Тем временем правительство ЮАР официально обратилось за ордером на арест Путина. Об этом сообщает главная оппозиционная партия ЮАР – Демократический Альянс. Как заявляют в партии, благодаря постоянной борьбе окружного прокурора в этом вопросе они заставили южноафриканское правительство поддерживать верховенство закона, несмотря на попытки президента Ромофосы защитить Путина. До этого были дебаты на тему приезда Путина на БРИКС в Африку. Путин даже хотел приехать. Но теперь он к своим союзникам точно не ногой. Пропаганда, конечно же, имеет методичку, как отбелить бункерного, который не полетит в ЮАР. Про БРИКС совсем коротко скажу. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы-британцы будут сбивать. Им было заранее известно. Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. Ох уж эти американцы-британцы. Но Путин и его команда их быстро раскусили. К слову, сбивать могут только террористы. Точнее, россияне. Взять хотя бы ситуацию с Боингом, который летел над Украиной. Россияне уже всем показали свое истинное лицо. Весь мир уже знает, что синонимы, к слову, Россия – это убийство, терроризм, смерть и вранье. В Молдове хирург отказал девушке в операции, потому что она русская. Что ж, это база. Похоже, скоро и в России русских не будут оперировать. Ибо не будет чем и кому. Парад гениальных решений от российских чиновников продолжается. Вслед за предложением рожать после школьной парты и попытки ограничить продажу абортивных таблеток, на России анонсировали выход из Всемирной организации здравоохранения. Это решение на очереди после разрыва отношений с Советом Европы, заявил вице-спикер Петр Толстой. Добавив, что членство РФ ВОЗ уже не актуально. Похоже, шаманы с бубнами – будущее российской медицины. Но сидя в луже, россияне не перестают заявлять, они высшая точка всего цивилизованного мира. Мы не Украина, не окраина. Мы давно вылезли на более высокий уровень. Это вы где-то внизу сидите и пукаете. Мы – высшая точка всего цивилизованного мира. Апогей деградации. Российские психологи уже присоединяются к народным методам. Жителя Крыма задержали и заставили извиняться за дискредитацию с бутылкой в руках. Просто послушайте, зачем эта бутылка. Я Волошин Юрий Сергеевич. Долгое время дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации, а также иные силовые структуры, а также президента России. Я приношу свои извинения за свою плохую деятельность. Спасибо товарищу майору за то, что эта бутылка находится у меня в руках, а не в другом месте. Какой же цирк? Так скрепно, так по-русски. Кстати, ловите прогноз погоды от ВСУ. В Красногвардейском районе Крыма сегодня жарко. Возможны дроны. По предварительным данным наших военных, БПЛА попали точно в цель нефтебазы и аэродрома. Конечно, все под контролем, как заявляют оккупационные власти, ведь площадь пожара всего 2 квадратных метра. Крым настолько безопасное место для россиян, что Аксенов распорядился эвакуировать население в радиусе 5 километров от места возгорания. На Крымчане произошла атака врадовского беспилотника на Красногвардейский район. В результате почти аналогичной ситуации с Кировским районом произошла детонация боеприпасов на складе хранения. Соответственно, исходя из ситуации, сложившись со мной принято решение эвакуировать в радиусе 5 километров от эпицентра. Соответственно, население эвакуировать в ПВР и к родственникам, кто может выехать. Два квадратных метра и эвакуация. А еще там минус один склад БК оккупантов. Симфонию детонации слышно достаточно далеко. Быстрее, 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 пацаны, валите из Крыма. Тем временем, ВСУ продолжают насыпать россиянам на фронте. И делают они это чертовски красиво. Не показывайте это Коношенкову, а то еще Кондратьей схватит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»